Этого маленького хоббита отправили в долгий путь, в конце которого он должен сразиться с огромным драконом. Что из этого вышло, узнаем из обзора на очень интересный фильм «Хоббит». Тысячи лет назад под одинокой горой король Трор правил процветающим народом гномов. Они создавали удивительные изделия из драгоценностей и однажды нашли невероятный бриллиант под названием «Сердце горы». Увы, Трор стал слишком гордым и жадным правителем. Он думал только о власти и золоте, и однажды пришла беда. К одинокой горе прилетел дракон по имени Смаук. Он уничтожил ближайший город, выгнал гномов с их горы и забрал все их сокровища. Отступая, внук Трора по имени Торин Дубащит увидел короля лесных эльфов Трандуила и его войско. Однако эльфы не помогли гномам, а просто ушли прочь. С тех пор Торин их ненавидел. Прошло много лет. Гномы скитались по миру, а их король Торин постоянно мечтал о мести. В это же время мы знакомимся с нашим главным героем. Это Бильбо Бэггинс. И он – маленький хоббит, живущий в уютной норе. В один из дней к нему подходит волшебник по имени Гэндальф и предлагает нашему герою отправиться на поиски приключений. Но Бильбо отказывается и запирается в своей норе. В это время Гэндальф рисует у него на дверях какой-то знак. Наступает вечер. Бильбо готовит себе ужин, и в этот момент кто-то звонит в дверь. На пороге стоит гном. Он уверенно входит в дом и требует еды. Раздается еще один звонок. Это второй гном? А за ним приходит еще парочка. А потом в дом вваливается целая компания гномов во главе с Гэндальфом. Гномы усаживаются за стол и приступают к ужину, поглощая все запасы бедного хоббита и попутно едва не разрушив ему дом. Бильбо в ярости. Но он слишком хорошо воспитан, чтобы выгнать незваных гостей прочь. Раздается стук в дверь. На пороге стоит сам король гномов Торин Дубащит. Мы узнаем, что Гэндальф хочет нанять Бильбо в отряд гномов в качестве вора, чтобы помочь им найти вход в одинокую гору и отвоевать свои земли у дракона Смауга. Он даже предлагает хоббиту подписать контракт. Поначалу Бильбо категорически против, и гномы уходят без него. Однако утром хоббит внезапно меняет свое решение и догоняет компанию. Он готов к приключениям. Бильбо садят на пони, и отряд отправляется в путь. После целого дня в пути они устраиваются на ночлег. Вдали слышны какие-то страшные звуки. Гномы говорят хоббиту, что это орки. Торин рассказывает о том, как много лет назад он пытался отвоевать королевство гномов Морию. Он со своими воинами отважно сражались с целым легионом орков, которых вел самый жестокий из их расы – Азог Осквернитель. Он лишил жизни короля Трора, и гномы остались без предводителя. Торин бросился на Азога, и между ними начался сильнейший поединок. Гном лишился оружия и защищался дубовой веткой, словно щитом. Торину удалось ранить своего противника. Гномы собрались силами и отбросили орков назад. Их враг был побежден, но погибших гномов было слишком много. Выжившие назвали Торина своим новым королем. На следующий день начинается сильный дождь, и хоббит просит Гэндальфа изменить погоду, но ему это не под силу. Он рассказывает Бильбо о других великих волшебниках, среди которых его брат – Радагаст Бурый. Он окружен компанией животных и приглядывает за лесами на востоке. Многие считают Радагаста безумным, но это не так. Просто он очень любит животных и готов любой ценой бороться за их жизнь. Даже если речь идет об обычном ежике. Мы видим, что в лесу Радагаста в этот момент происходит какая-то темная магия. Он мчится на колеснице, запряженной кроликами, чтобы найти источник зла. Возвращаемся к Бильбо и нашим гномам. Гэндальф предлагает Торину попросить помощи у эльфов, но тот ненавидит эту расу. Волшебник злится и уходит прочь. Гномы устраиваются на ночлег и готовят ужин. Внезапно они замечают, что у них пропали два пони. Фили, Кили и Бильбо идут на разведку и находят трех огромных троллей. Хоббит подходит поближе и хочет отвязать украденных пони. Но для этого нужен нож. Бильбо пытается украсть его у одного из троллей, но что-то идет не так. Ой-ой, это очень неприятно. Хоббит пытается убежать, но тролли его ловят и грозятся поджарить ему пятки на костре. В это время на троллей нападают гномы. Между ними происходит сражение. Гномы дерутся очень отважно, несмотря на то, что противники намного больше и сильнее. Тролли берут Бильбо в заложники и требуют гномов сложить оружие. Те бросают свои клинки. Тролли связывают всех гномов и собираются сделать из них шашлыки. Бильбо пытается спасти друзей и говорит, что у гномов в животах живут паразиты и они очень заразные. Начинается жаркий спор о том, можно есть гномов или нет. В это время на огромном камне появляется Гэндальф и раскалывает его своим посохом. Мы видим, что наступил рассвет и тролли превращаются в каменные глыбы, ведь они не могут переносить солнечный свет. Компания продолжает свой путь и находит пещеру троллей. Внутри лежат сокровища и эльфийские клинки. Торин и Гэндальф берут себе оружие, а Бильбо получает в подарок эльфийский кинжал. Но учитывая размер Хоббита, для него это настоящий клинок. Волшебник Радагаст Бурый находит Гэндальфа и его отряд и рассказывает, что в его владениях появился некромант, который оскверняет лес темной магией и везде ползают темные пауки. Они пришли из древней крепости Долгулдура. В этот момент на отряд нападают огромные звери, похожие на волков. Это варги, орочи и шпионы. Пони убегают и гномы понимают, что они попали в ловушку. Появляются орки. Радагаст отвлекает их, а Гэндальф со своим отрядом идут через скрытый проход в Ривенделл, королевство эльфов. На пути их все же настигают орки, и гномам приходится спасаться бегством. Увы, они попадают в окружение. К счастью, гномы успевают спрятаться в небольшой пещере. Внезапно им на помощь приходят эльфы и расправляются с орками. Тайный ход совсем рядом, и гномам удается спастись от неминуемой смерти. Гномы попадают в Ривенделл. Удивительное и прекрасное королевство эльфов. Торин в ярости, но выбора нет. Им нужна помощь этого народа. Появляются эльфы во главе с их предводителем Лордом Элрондом. И гномы поднимают оружие, готовясь к новому сражению. Однако эльфы не хотят войны с гномами и предлагают им поужинать. После уговоров Гэндальфа Торин дает Элронду свою карту. Тот показывает им тайный знак, с помощью которого можно найти секретную дверь и попасть внутрь одинокой горы. Эта дверь откроется в день Дурина, начало нового года у гномов. И случится это очень скоро, так что гномам нужно поспешить. Также мы узнаем, что предводитель орков Азок Осквернитель выжил и знает о том, где сейчас находятся гномы. Он мечтает расправиться с Торином и всем его отрядом. Эльфы организовывают Белый Совет. Кроме Элронда и Гэндальфа, на нем присутствует могущественная эльфийская воительница Галадриэль и волшебник Саруман Белый. Гэндальф показывает им найденный Радагастом клинок. Это оружие короля-чародея Ангмара. И волшебник уверен, что некромант вдол Гулдуря связан с возвращением могущественного зла по имени Саурон. Однако Саруман не верит в это. Его больше беспокоят гномы. Причувствуя это, Гэндальф накануне Белого Совета попросил гномов уходить без него. Галадриэль спрашивает, зачем он позвал Бильба Бэггинса. И волшебник отвечает, что победить зло может не великая сила, а любовь и доброта. В это время отряд во главе с Торином отправляется в Туманные горы. Они движутся вдоль высоких вершин и водопадов и взбираются все выше и выше. Начинается гроза, и путь гномов становится очень опасным. Каждый из них в любой момент может сорваться вниз. Внезапно они понимают, что это не простая гроза, а настоящая битва каменных великанов. Гномы на волоске от гибели. Однако удача снова на их стороне, и они успевают спрятаться в небольшой пещере. Но где же Бильбо? Бедный хоббит висит на краю обрыва, и гномы пытаются затащить его наверх. С трудом им это удается, и Торин сердито говорит, что от Бильбо нет никакого толку, и они зря взяли его с собой. Гномы устраиваются на ночлег, не зная, что орки все еще их преследуют. Ночью Бильбо просыпается и решает покинуть отряд. Он собирает свои вещи и осторожно движется к выходу. Один из гномов его останавливает и просит не уходить. В этот момент кинжал хоббита начинает светиться ярко-голубым светом. После этого гномы чувствуют, что пол под ними проваливается, и летят куда-то вниз. Пси они попадают в плен к гоблинам, которые ведут их к своему вожаку, верховному гоблину. В суматохе Бильбо удается спрятаться. Он хватает свой клинок и видит, что на него мчится один из гоблинов. Они дерутся и вместе падают в какую-то расщелину. Тем временем гномов приводят к верховному гоблину. Тот угрожает им пытками, и Торин дубащит требует его остановиться. Гоблин рассказывает гномам, что Азога Сквернитель назначил за голову Торина огромную награду. Бильбо приходит в себя и видит рядом странное создание. Это Голум. Он хватает полуживого гоблина и тащит его прочь. Тот отбивается, и Голум случайно роняет свое золотое кольцо. Бильбо прячет его в карман и пытается убежать, но внезапно натыкается на самого Голума. Тот хочет его съесть, но хоббит наставляет на него свой клинок. Бильбо просит показать ему выход, и Голум предлагает хоббиту сыграть в загадки. Если Бильбо победит, Голум покажет ему выход, но если проиграет, то он его съест. Бильбо в конечном итоге побеждает, спрашивая Голума, что лежит у него в кармане. Тот, конечно же, не знает ответа на этот вопрос. Хоббит требует Голума показать ему выход, и в этот момент тот понимает, что его кольцо утеряно, и именно оно находится в кармане у Бильбо. Голум гонится за ним и вот-вот настигнет. Хоббит падает, кольцо взлетает и приземляется ему прямо на палец. Появляется Голум, но он не видит Бильбо. Тот понимает, что кольцо делает его невидимым. У него есть шанс расправиться с Голумом, но Бильбо решает его пощадить и убегает прочь, слышав свой адрес страшное проклятие. Одновременно с этим Верховный Гоблин видит у Торина эльфийский клинок, который ранее лишил жизни многих гоблинов и приходит в ярость. Он требует своих подчиненных расправиться с гномами. Внезапно появляется яркий свет. Это Гэндальф спешит на помощь своим друзьям. Он приказывает гномам взять свое оружие и сражаться с гоблинами. Начинается яростный бой. Гномы бегут по навесным лестницам, сбрасывая гоблинов вниз. Гэндальф тоже отважно сражается. Гномы рубят канаты и еще больше гоблинов падает в пропасть. Но врагов слишком много. В какой-то момент кажется, что они бесконечные. Гномы катят впереди себя огромный камень, который давит гоблинов. Внезапно перед ними появляется Верховный Гоблин. Он огромный и невероятно сильный. Гэндальф вступает с ним в поединок и побеждает его. Огромная туша гоблина падает на мост, из-за чего он летит в пропасть вместе со всеми гномами. Они выбираются из-под завалов и спешат к выходу. Только солнечный свет может спасти их от толпы разъяренных гоблинов. В это время их замечает Бильбо и спешит следом за своим отрядом. Им всем удается выбраться из горы целыми и невредимыми. Гэндальф ищет Бильбо, но его нигде нет. Гномы уверены, что он сбежал. В это время из-за деревьев появляется сам Хоббит и гордо заявляет, что смог сбежать от гоблинов. Он никому не говорит о найденном в пещере кольце. Отряд продолжает свой путь. Но их ждет очередное испытание. На гномов нападает Азок вместе со своими орками. Также их атакуют варги. Гэндальф приказывает гномам лезть на деревья, ведь там огромные волки их не достанут. Гэндальф находит бабочку и посылает Галадриэль сигнал о помощи. В это время варги пытаются взобраться на деревья или хотя бы повредить их корни. Деревья начинают падать и они вот-вот доберутся до гномов. Гэндальф поджигает шишки и устраивает небольшой пожар, чтобы отпугнуть варгов. Остальные делают то же самое. Это помогает. Однако дерево, на котором они сидят, вот-вот свалится в пропасть. Гномы снова находятся на волосок от гибели. Торин спрыгивает с дерева и вступает с Азоком в яростное сражение. Увы, его противник намного сильнее. Он валит гнома на землю, после чего сильно его ранит. Азок требует у одного из орков принести ему голову короля гномов. Однако в этот момент на него бросается Бильбо. Да, наш маленький трусливый хоббит. Ему удается одолеть своего противника, и он размахивает клинком прямо перед самим Азоком. В этот же момент на орков набрасываются другие гномы. Опять завязывается бой. Некоторые гномы срываются в пропасть, но их ловят огромные орлы, которых послала Галадрия. Часть из них нападает на орков, а остальные забирают гномов, в том числе раненого Торина, а также храброго Бильбо. Орлы относят гномов в безопасное место. Там Гендальф исцеляет раненого Торина. Король гномов благодарит Бильбо за свое спасение и крепко обнимает хоббита. Отряд видит вдалеке одинокую гору. Именно туда лежит их путь. Именно там находится их дом. Но не все так просто. К одинокой горе подлетает дрозд. Он видит улитку и пытается разбить ее о камень. Громкий стук будет спящего в глубине горы Смауга. Похоже, самое большое испытание еще впереди. Стоит ли делать обзор на продолжение этой истории? Если да, напишите нам об этом и подпишитесь, чтобы не пропустить новые ролики. Это был Мувикод, и мы погнали работать дальше! Субтитры создавал DimaTorzok